В деревне Медведева, приютившейся в 30 километрах к северо-востоку от Нижней Салды, сгорела избушка. И сгорела она по очень экзотической причине. Ее подпалила бухая автопилотка с помощью своего болида Chevrolet Lachetti, который сгорел вместе с домом. Вот это был классический ДТП. Дома-транспортный пожар. В наших широтах автомобили бывало, что врезались в дома, но так, чтобы при этом сгорело все, это, пожалуй, беспримерно. Декорация такая. 32-летняя жительница Нижней Салды уехала к себе на дачу в деревню Медведева. Там, по словам аборигенов, всю ночь бухала, а в 6-м часу утра поехала с двумя подружками домой в Нижнюю Салду. Пассажирки видели, что автопилотка с 3-мя годами стажа нашвырена, но от поездки не отказались. И вот около 6 часов утра и дома номер 37 на улице 1-й случилось то, что периодически происходит с накиданными пилотами. Дама разогналась сверх меры, потеряла контроль над болидом, Лачети соскочила с трассы и влетела в 37-й дом. Судя по положению Шевроле, спиной на стене болид перевернула вокруг поперечной оси, и он, кувыркнувшись через нос, вспыхнул. Водитель автомобиля Шевроле Лачети, девушка 1990 года рождения, двигаясь по улице 1-я, со стороны улицы 2-я в сторону города Нижняя Салда, не справилась с управлением, допустила съезд дороги с последующим опрокидыванием и наездом на жилой дом. В результате наезда транспортное средство загорелось, от него загорелся и полностью сгорел жилой дом. Также в результате наезда получила телесные повреждения пассажирка автомобиля, девушка, сидевшая на заднем пассажирском сидении автомобиля. Она была доставлена в ЦГБ города Нижняя Салда. Утром в 37-й избушке мирно спала 64-летняя женщина. Она от шума ДТП проснулась, смогла самостоятельно выскочить и от пожара не пострадала. Ее дочь Анастасия позже сообщила интернет-порталу в Салде, что она многодетная мать и у нее четверо детей. И накануне пожара все они были у бабушки в этом самом доме. И хорошо, что она их увезла. А то если бы пенсионерке с просония пришлось спасать не только себя, а еще четырех детей, то не факт, что обошлось бы без жертв. А так в этом беспрецедентном огненном замесе здоровьем повредилась только 29-летняя пассажирка Лачетти, сидевшая сзади посередине. Ее с переломом руки на карете увезли в Нижнюю Салду, собственно, куда она и направлялась, только не домой, а в ЦГБ. Виновница замеса, которая решила никого, в том числе себя не обманывать, от медосвидетельствования отказалась. За это и нарисовали административку по 12.26 КОАП, плюс еще одну по 12.24 КОАП за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Ну и, конечно, за сгоревший домик бухой безработной пилотки «Шевроле» наверняка придется заплатить. Водитель от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения отказалась. Госавтоинспекция Верхней Салды напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством находясь в состоянии опьянения, в болезненном, утомленном состоянии, под воздействием лекарственных препаратов.